Всем привет! Я продолжаю подготовку к сезону 2020. Я еще ничего не сею, потому что для меня рано. Есть время подготовиться. Значит, семена всех культур у меня готовы, которые я буду выращивать. Сроки посевов определены. Достала коробку с препаратами, которые я использую в саду и в огороде. Кое-что в этом году купила, но большинство у меня осталось с прошлого года. Итак, количество небольших препаратов, но все же. Хочу показать сначала. Это бечевка жутовая, натуральный продукт. Подвязываю в теплицах томаты и огурцы. Использую только ее всегда. Почему? Потому что теплицы я убираю, конечно же, с осени. Промываю их, убираю все растительные остатки и так далее. И все, что я убрала, я закидываю в компостный ящик. Если это была бы нить ненатуральная, то мне пришлось бы ее выбирать из всех растительных остатков. А так очень удобно. Снял ботву вместе с нитью и закинул в ящик. Самое главное, что купить надо качественную нить, чтобы она была двойная, перекрученная. Она более крепкая. В этом году с этой нитью у меня упал один помидор, но он не повредился. Все замечательно. Все равно я продолжаю использовать только эту нить. Следующий препарат. Это препарат раннет. Используется при лечении растений. То есть после обрезки я использую. Или где образовались какие-то раны, которые после зачистки нужно обработать. Вот я использую раннет. Раньше пользовалась садовым варом, но он мне перестал нравиться и в использовании, и вообще в нанесении и так далее. И в эффекте потом. А вот раннет отличная вещь. Этим средствами я пользуюсь очень точечно, в малом количестве. Если уже увижу, знаете, такие прям муравейники-муравейники, посыплю. Ну, просто как присолить и все. И они просто уходят. Ну, конечно, они уходят в другое место. Я в другом месте посолю. Дальше у меня идет табачная шашка. Покупала ее в прошлом году. Две штуки. Так я ей не использовала. Побоялась. Читала отзывы. Некоторые отзывы были не очень хорошие. После использования растения почему-то обжигались. Честно сказать, в использовании у меня надобностей нет у этой шашки. Ну, вот увидела, захотелось купить. Вот лежит уже второй год. Не знаю, буду пользоваться ею или нет. Но вообще идея как бы интересная. Шашка, она такая не химическая. Она и от вредителей избавляет. И плюс дает какой-то толчок, да, росту растений. То есть и листва нарастают лучше и так далее. Ну, не использовала. Не знаю, будет лежать. Дальше. Препарат глиокладин. В прошлом году в сезоне покупала. Я использую этот препарат. Очень мне нравится. Использую только на огурцах в рассаде и в тыквах, в арбузах. И когда их высаживаю уже или в открытый грунт, или в теплицу. Дальше. Это рост момент. Этот препарат я покупала в этом году. Купила. Когда покупала у биотехники семена цветов. Вот они продавали этот препарат. Это удобрение для растений, природный биорегулятор и стимулятор на основе дрожжей. Без химических добавок. Он повышает защитные функции организма, растения. Улучшает рост, развитие, уменьшает стрессы. Допустим, когда вы делаете пикировку растению. Взяла, потому что полностью биологический препарат. Здесь и белковые вещества, и моно- и полисахариды, макро- микроэлементы. Ну и здесь также группа витаминов есть. Производитель Беларусь. Хорошо пишут об этом препарате, но и нет химических элементов. Дальше. Купила сияние номер 3. Это я добавляю в компостный ящик свой. В этом году купила. Сияние номер 1. Это я проливаю грядки и в теплице, и в открытом грунте. Нравится именно сияние номер 1. Сияние номер 2 я уже все перестала им пользоваться. Не вижу смысла в этом препарате. Он мне кажется, что по эффекту. И вообще он, как и сияние номер 1, я особой разницы в номер 1 и в номер 2 я не увидела. Поэтому смысл покупать 1-2. Покупаю 1. И для меня этого достаточно. Также приобрела таблетки торфяные. Буду их использовать всего лишь второй год. Это средний размер. Высеваю только лабелию. В прошлом году я попробовала высевать лабелию в таблетки. Мне очень понравилось. Прям без заморочек. Все прям 100% всхожесть. И пекаровать удобно. Ну, прям вот вообще все удобно. Применяют только на лабелии. Я считаю, что для других культур выращивания в таблетках это уж чересчур жирно. Также купила горчичный жмых. 1 кг стоит 70 рублей на развес. А применяю для отпугивания улиток, слизней и так далее. То есть посыпаю сверху и капусту и так далее. Вот в прошлом году я его не купила. И не было времени. И мне пришлось покупать такой препарат. Ну, не покупать. Я попросила мне. Как говорится, его дали. Это вот препарат, то ли улитка называется. Нет, это называется гроза или гром. Надо смотреть. По-моему, гроза называется. Ну, в общем, вот такой препарат. Я его на капусте не использовала. Я уже делала обзор всех сортов своей капусты. В этом году даже не удобряла свою капусту. Я в открытом грунте с улитками и со слизнями справляюсь. А вот в теплице, в огуречной, перечной, это мне очень сложно сделать. У меня мульча в виде соломы. Всегда мульчирую в теплице соломой. И не могла никак избавиться. Был бы жмых. Я бы... Все нормально было бы. Но пришлось использовать этот препарат буквально 3 щепотки. Потому что грызли перец, листья перца и особенно базилик. Вот прям базилик они у меня хорошо подъели. А вот один раз применила и все. Ну, остался препарат. Не стала выбрасывать. Пускай лежит. А вот горчичный жмых. Это дело хорошее. Запах, конечно, от него стоит по всей квартире. На развес отличная вещь. Так, следующий препарат это биогумус. Применяю его. Хорошо я поливаю это землянику крупноплодную. Здорово получается. И, конечно, в теплице проливаю растения. Ну, о биогумусе я сейчас расскажу чуть позже. Но вообще биогумус это хорошая вещь. Дальше использую фитоспорин. Я уж не знаю, сколько лет его использую. Довольно-таки знаменитый препарат. Мне кажется, его используют все. Люблю фитоспорин именно, чтобы был такой пластилин. В пластине. Ну, в пластине, да. Здесь 200-граммовый. Он выгодно брать по 200 грамм. Надолго хватает. Приобретала в прошлом году в конце сезона 4 штуки. Вот три у меня есть. И вот четвертый я здесь уже разбавила. Люблю именно в пасте, в черной, так как здесь уже есть гуминные вещества. И как-то вот он мне больше нравится. Так. Фитоверм покупала, наверное, года два назад. Сейчас скажу, какого. В 2018 году я его покупала. Как видите, он еще у меня весь запечатанный. Ни разу его не использовала. За него забыла, честно сказать. Буду его в этом году, скорее всего, использовать. Это такой препарат, все его тоже знают, довольно-таки знаменитый. Это такой полубиологический препарат третьего класса опасности. То есть он мало опасен от всех грызущих, сосущих насекомых. В прошлом году я показывала видео осенью, как я обработала землянику актеликом. Это самая была большая вообще ошибка моей жизни. Пообъясню почему. Потому что у меня клубника вообще ничем не болела. Но я, знаете, посмотрела и решила, ну а вдруг я ее обработала. Химия, конечно, очень серьезная. Я первый раз этот препарат использовала. И все, у меня был остаток, я его выкинула. У меня его нет. Ну, в общем, неудачная такая обработка. С земляникой ничего не случилось, но химия, конечно, жесткая. Дальше. Здесь у меня такой препарат, как аммиак. То есть нашатырный спирт 10%. Покупаю в таких литровых бутылках. Стоит 70, по-моему, 5 рублей. Очень выгодно. Не надо в аптеке ни в какой покупать. А вот взял две бутылки. И мне хватает одной бутылки. Вот осталось с прошлого сезона. Одну бутылку использовала. И здесь еще чуть-чуть. Докупила еще одну, чтобы была. Использую тоже по листу при обработке и клубники, и чеснока, и лука. То есть я не заливаю землю этим нашатырем, чтобы не повредить все живности в земле. Но по листу обрабатываю. Как раз тоже от всяких насекомых отлично помогает. И тоже дает, знаете, такой вот старт, когда растение выходит из зимы. То есть отлично. Зелень набирает растение отлично. Так, дальше. В прошлом году попробовала ловчий пояс от ОЖЗ. Не понравился он мне. Ну, все понимают, что такое ловчий пояс. Обматываешь дерево, и вроде бы как туда не заходит никакая... То есть на деревьях не поселяется никакая живность. За счет того, что они здесь на этом поясе налипают, и вверх дальше не идут. В общем, здесь 3 метра. Как видите, еще довольно-таки много здесь осталось. Не понравилось. Особо никакой защиты он не давал. Какие-то, видимо, пролетающие насекомые прилипали здесь как-то чего-то. Ну, так, чтобы сказать, прям да, он работает. Ничего не могу сказать. Так, поиграться, купить. Вот так он теперь у меня лежать и будет. Так, дальше препараты какие у меня еще? Это триходерма. Это биопрепарат полезных почвенных грибов. Тоже триходерму в Веридей все знают. Замечательная вещь. Использую. Это стимулятор. Использую только при черенковании все. И также вот микориза. Использовала ее в прошлом году первый раз. Купила. Сказать, что есть какой-то эффект или нет, не могу ничего. Использовала всего лишь один раз. Так, добавила для интереса. Ну, микориза. Что такое микориза? Все знают. Это тоже как органика. Для наращивания полезной микрофлоры на корнях саженцев. И способствует укоренению приживаемости и росту корней. Дальше. Борная кислота. Использую один раз, когда растение цветет. Остался один пакетик. Покупать больше не буду. Или использую его в этом году, или выкину. Не знаю. В эффект борной кислоты. Верить или не верить не поняла. HB-101. Тоже использую его уже то ли 2, то ли 3 года. Вот такой пузырек. Здесь 6 мл. Хватает мне ровно на один сезон. 6 мл. Этого предостаточно. Этот препарат я использую только на однолетних культурах. На многолетних нет. В этом году купила и пин, и циркон. Эти препараты тоже они такого природного происхождения. Оба. Почему купила? Особо я ими не пользуюсь. Но купила. Так как буду в этом году делать большой миксбордер. Он будет состоять очень много будет хвойных растений. А эти препараты очень хорошо работают на хвойных. Поэтому вот купила. Попробую. Правда или нет. Дальше здесь препарат лежит Flora S. Это мне соседка дала. Это типа фитоспорина. Тоже там такой он биологический полностью. Так. Ну что. Дальше у меня уже все такая химия, наверное. Медный купорос. Покупаю только для обработки теплицы осенью. Теплицы у меня стеклянные. Профиль нержавеющая сталь. Поэтому все стены я промываю раствором медного купороса. Землю не трогаю. А стены промываю с внутренней стороны. Швабрую. Как в общем я это делаю, есть видео. Я оставлю ссылку. Зайдите, посмотрите. Препарат этот покупала 4 пакетика в прошлом году. Один использовала. Почему купила? У меня завелся в прошлом сезоне на горошке муха минер. То есть все, наверное, знают. Это когда на листиках или на петуньях он бывает. Этот минер и на огурцах, и на листиках горошка. Это такие белые жилки. Ходы такие. Знаете, как будто червячок внутри листа делает такие белые ходы. И если большая зараженность, то растение даже может погибнуть. То есть листовой аппарат полностью потом усыхает и все, и отваливается. Так вот, незначительное количество появилось на горошке. Вот решила использовать этот препарат. Вот один пакет использовала. Толком он не помог мне в этом деле. В общем, я потом уже почитала, от минера особо эффективного средства-то и нет. Если не брать химию, я имею в виду. Поэтому, если изначально появилась эта муха, нужно просто оборвать, постараться большую часть зараженных этих листиков и сжечь их. Больше выхода борьбы с этим напастьем я не вижу. Сейчас используют исключительно только для черенкования. В прошлом году очень много черенковала лаванды. Обрабатывала этим препаратом землю и очень хорошо приживались черенки. Мне понравилось. Вот только для черенкования. Дальше пошли такие препараты. Это препарат Делан. Я его в прошлом году попробовала. Увидела его у своих родственников. Он очень хорошо помогает при курчавости персика. Вот у них растут персики в саду. И вот персик, конечно, вот его болячка, это курчавость. Вот им препаратом они обрабатывают и здорово получается. Это универсальный фунгицид контактного действия. Он очень эффективен при низких температурах, в борьбе с грибковыми заболеваниями. Ну, здесь, в общем, разные. И парша, и курчавость, и мильдия, и черная пятнистость, и краснуха. В общем, отличный препарат. Класс опасности у него третий, что очень хорошо. Он малоопасен. И он не опасен для пчел. То есть, вообще, препарат отличный. Я его всем советую. В прошлом году попробовала. Обрабатываю деревья. Знаете, я тоже у себя на участке хотелось бы отказаться от таких препаратов для обработки всех подок деревьев, но не получается. Потому что заболеваний очень много. У всех соседей высажены хвойные растения, в том числе эти можжевельники. И я пробовала грушу не обрабатывать. Так у меня груша так заболела, я потом ею еле вылечила. Поэтому препараты вот эти химические я применяю. Никуда вообще не деться от них. Вот ранней весной по зеленой почке и после цветения. Вот дважды я обрабатываю все плодовые деревья и все кустарники, ягодники. По-другому никак не получается. Хорус тоже отличный препарат, тоже работает при низких температурах. Вот такой универсальный, довольно-таки уникальный препарат, созданный. Очень тоже много разных, при разных заболеваниях. И класс опасности у него тоже третий. То есть он умеренно опасный. То есть, знаете, не такая ни ядреная химия. Следующий препарат это фертика люкс, водорастворимое минеральное удобрение. Применяю исключительно для цветов, которые высажены в кашпо, в горшки, в озоны. Но я думаю, что больше этот препарат не буду покупать. Сейчас я позже чуть скажу почему. Это весь набор тех препаратов, которые я использую у себя в саду и в огороде. Еще я хотела уже здесь прям показать вам в этом видео. Мне пришла посылка от моего подписчика. Вот мне прислали горчицу белую. Здесь аж на 2 килограмма. Никогда не покупала в таких пакетах. Обычно, знаете, так на развес возьмешь или в маленьких пакетиках. А это вот горчица, целых 2 килограмма. Горчица белая. Ну, теперь 2 килограмма. Это мне нужно, можно будет сеять, наверное, года 2. Я использую сидираты, но в этом году не применяла, так как не успела. Потому что мы ездили в отпуск на целый месяц. Приехали и смысла уже высаживать не было. Также мне прислали, подписчик мне прислал еще такую вещь. Это уже мой пакет. Это я сюда заложила. Луковицы. Луковицы гладиолусов. Я еще на своем участке на этом ни разу не высаживала гладиолусы. Посмотрите, какие луковицы. Очень хорошие. Я их храню в холодильнике. Все крепкие. Берегу их. Вот такие. Высажу их тоже в кашпо хочу посадить, чтобы мне на участке их не потерять в этом году. Потому что у меня будет грандиозный цветник в этом году делаться. Я их замотала в бумагу и положила в такой металлизированный пакет. И в холодильнике я храню гладиолуси. Вот, чтобы они у меня не испортились. Вот, в этом году, в общем, будут у меня гладиолусы. Не забыть бы о них. И еще мне подписчик прислал вот такой пакетик. И здесь, смотрите, какая куча семян. Я вообще была в шоке, что столько семян. И что самое, знаете, вообще интересное, что семена были, каждый пакетик по два штуки. То есть, вот если это томат, вот три, допустим, то их было два. Этих томатов тоже было два. Почему сейчас по одному? Потому что с разрешением дарителя я поделилась пакетами. Потому что, ну, это нереально, высадить все такое количество. И кабачок тоже было два. Германа два. Маринды тоже было две. Прованская две. Вот такая детская деликатесная тыква тоже две. Розовая фея я себе один пакет взяла. В этом году буду выращивать. Лечебные тыквы две. Конечно, я тыквы очень люблю. Я их обожаю. Но с такого количества высадить нереально. Колобок две. Голосемянная. Тоже два пакетика. Голосемянную тыкву я пробовала выращивать. Но я советую ее пробовать тем людям, у кого есть домашняя скотина, то есть там коровы, козы, куры, которым потом ее скармливают. Сама мякоть очень невкусная. А вырастить только для семечек. Это для себя. Остальное все дать животным. Если нет животных, смысла выращивать ее нет. Это шток розы. Это мои цветы, которые я в прошлом году покупала. Но так я их не высадила и передумала их выращивать. Не буду. Тоже. Оранжевый шар. Гудман. Базилик. Вот представьте, сколько семян. Это еще не все. Я еще половину раздала уже. И это я тоже буду раздавать. Потому что я все это посадить не смогу. Привезла землю. Смотрите, она у меня, конечно же, не промерзла. Потому что у нас тепло. Морозов так таковых нет. На улице тепло. В теплице еще теплее. И она не проморозилась. Что очень плохо. Я люблю, когда мною приготовленная земля промораживается. Я землю уже не покупаю, наверное, 4 года. Готовлю только сама. Я считаю, что земля приготовлена своими руками. Она самая лучшая любой магазинной. Поэтому, чтобы хоть как-то земле помочь, я буду перед посевом за неделю вот сейчас пролью ее фитоспорином. Прикрою от цвета. И пускай она у меня немножко так настоится. И в конце этого видео я хочу поделиться планами на ближайшее будущее. Конечно, посев никто не отменял. Но я создаю маленький личный свой проект под названием «Приобретение зеленого пальца». Конечно, это может показаться сейчас смешным, непонятным. Я создам плейлист под этим названием. И буду снимать видео. Это делать буду я 8-9 февраля начинать. Потому что сейчас вкратце расскажу, что к чему, чтобы хоть как-то что-то было понятно. Я хочу создать небольшую ферму для получения вермикомпоста. Я считаю, что аналогов в мире этому нет. Это самое лучшее, что могла создать природа для наших растений и для нашей, прежде всего, земли. Для меня этот проект будет сложен. Но, знаете, сложность будет не в том, чтобы уйти от минеральных удобрений и перейти полностью на органику. Я, в принципе, от минеральных удобрений отказалась. У меня остались вот эти побочные какие-то моменты, которые я не знала, чем заменить. Вот этот проект, он даст толчок, чтобы уйти полностью от этого и использовать уже вермикомпост, который реально создала природа. И здесь уже будем, знаете, мы работать не с растениями, как их вырастить, да, хорошими, красивыми, без нитратов и самые здоровые и вкусные. А уже здесь работа будет непосредственно с землей. Будет здоровая, живая земля, будут и замечательные у нас растения, живые продукты, которые мы будем употреблять. Ну, я буду употреблять, за себя буду говорить. Я приобрела червей-старатели, да, они ко мне придут, приедут 8-9 числа. То есть не они ко мне приедут, а я за ними поеду, привезу их. У меня уже все готово к этому. Поэтому я сниму самое первое видео, расскажу, почему назван проект «Приобретение зелёного пальца», почему я такое выбрала название, а оно имеет место быть именно к этому проекту. В общем, я начну всё с нуля. Я этот проект вынашивала уже в течение года, в сезоне 2019. У меня очень много теорий за год скопилось, что, знаете, её настолько много у меня в голове, что мне её нужно срочно уже применять на практику, потому что уже скоро будет взрыв мозга от той информации, которая у меня сейчас в голове. Поэтому практики, конечно, нет. Я буду начинать всё с нуля. Но приобретённая теория тоже много что значит. Я очень много читала литературы, научной. Начиная от физиологии червя я изучала, да, наших российских учёных, которые первые внедрили, это уже в России американские учёные, которые тоже немаловажный вклад внёс в вермокомпостирование. В общем, это настолько интересная тема. Поэтому я начинаю свой проект 8-9 февраля. Будет снято первое видео. Я не знаю, когда оно выйдет, как я его смонтирую, как всё это получится. Кому интересен этот проект, подписывайтесь на канал. У меня на сегодня всё. Любите себя и цените свой труд. Всем пока!